Если вы знаете, что Бог всемогущ, то не бойтесь. Вы не спали долгое время, потому что вы думаете о своей проблеме по ночам. Вам не спится. Вы знаете, как вел себя Петр перед тем, как предстать перед Иродом? Апостол Петр спал между двух воинов в тюремной камере. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Откройте первую главу Послания Колосянам. Да, мне нравится перевод Послания. Откройте первую главу Послания Колосянам на экране. Мы посмотрим на Сего Сына и видим невидимого Бога. Мы смотрим на сего Сына и видим изначальную цель Бога. Ведь абсолютно все, что на небе и на земле, видимое и невидимое, включая все ангельские чины, Все началось в Нем. Все началось в Иисусе. Павел говорит о том, что все началось с Иисуса, и что Он является целью всех живущих. Он был еще до того, как Отец сотворил всех людей. Бог не ломает голову над вашей проблемой. Ваша трудность не является самой первой трудностью в практике Иисуса Христа. Он решает проблемы давно. Он был еще до того, как появилось все. Христос держит все творение под контролем. Он держит весь мир в своей руке. Он держит весь мир в своей руке. Он держит весь мир. Он держит весь мир в своей руке. Бог не обещал нам беспроблемную жизнь. Он обещал быть с нами во время испытаний плохих обстоятельств. Дорогая церковь, Бог держит все обстоятельства в своей руке. Наш Искупитель управляет и направляет церковь так, как голова руководит телом. Не теряйте головы. Когда умер мой отец, я переживал о церкви очень сильно. Я думал о том, стоит ли продолжать нашу школу, наш колледж, наш лагерь и центр мечты. Со дня смерти отца прошло уже почти 10 лет, но церковь продолжает жить, и она сильна. Колледж работает, школа работает, центр мечты работает. Мы открыли новые лагери, и мы продолжаем служить детям летом. Я не понимаю этого, но все под контролем Бога. Я не понимаю это, но если бы переживал, то я пропустил бы волю Бога. Ученики сидели в лодке вместе с Иисусом. Откройте Библию. Это 4 глава Марка. Они перенаправлялись на другой берег, и Иисус сказал, «Давайте послужим людям». Они были с Богом, и казалось, что все хорошо, пока не начался шторм. И так это была не просто буря. На море начался настоящий ураган. Апостолы испугались, они кричали, «Бог, ты где?» Я думал, ты будешь с нами. Мы ведем себя, как они. Мы бегаем, как курица, которая отрубили башку. Очередной финансовый кризис. Что же делать? Смотрите, мы берем ситуацию в свои руки. Сами того, не понимая. Прочтите 38 стих. Иисус был с учениками посреди шторма. Он спал. Он отдыхал. Апостолы трудились, а Иисус отдыхал. Ученики разбудили Его, а Он отдыхал. Апостолы сказали Иисусу, «Учитель, почему тебе нет дела до того, что мы погибаем?» Он поднялся. Он запретил ветру и сказал волнам, «Замолчи, уймись». Они не поняли того, что Иисус Христос отдыхал не потому, что Он ленился, а потому, что Он знал силу, которая была в Нем. Если вы знаете, что Бог всемогущ, то успокойтесь. Я не говорю, что теперь нам не нужно делать ничего. Вы не спали долгое время, потому что вы думаете о своей проблеме по ночам. Вам не спится. Вы знаете, как вел себя Петр перед тем, как предстать перед Иродом? Апостол Петр спал между двух воинов в тюрьме. Этот Петр не мог спать во время шторма, но он увидел, как спит Иисус посреди испытаний и посреди плохих обстоятельств. Позже он понял, что есть вещи, над которыми он невластен. Петр не стал наполняться страхом и рвать на себе волосы, думая о том, что Богу нет дела до Него. Я буду верить Богу, и я засну сейчас. Когда вы спите, Бог действует. Иногда христиане ошибаются и бегут впереди Господа Бога. Мы начинаем отношения с людьми раньше нужного срока или же пытаемся получить новую должность из эгоистических побуждений. Но Бог так добр, несмотря на нашу нетерпеливость, Он исправляет наши ошибки и исполняет свою волю. Не пытайтесь контролировать обстоятельства и верьте в то, что Бог контролирует все. Что заставляет вас сомневаться в том, что Бог всемогущ? Что управляет вами и дает вам чувство покоя и мира? Что руководит вами страх или вера? Переживаете ли вы или поклоняетесь, когда поете Богу? Что заставляет вас действовать? Давление или Божий мир? Что побуждает вас торопить события и бежать посреди Бога? Бредовые идеи, последования и ревности. Отдаете ли вы жизнь Богу в молитве? Павел пишет, в 4 главе сказано, «Дорогая церковь, не тревожьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания перед Господом Иисуса. Делайте это благодаря Богу». Церковь, прекратите вести себя так, будто Бог не владеет ситуацией. Запишите следующую мысль. Наши сомнения — это одна из причин, по которой мы бежим впереди Бога и пытаемся контролировать свою жизнь. Когда мы слышим сомнения, мы начинаем верить в них. Поэтому сомнения преувеличивают факты. Дьявол не великан. Туман нависает над городом. Туман впускается. И покрывает километры и километры городской территории. Этот объем тумана умещается в маленький стакан с водой. Этот туман вмещает в такой стаканчик, и при этом он покоится на небосводе. Наши сомнения преувеличивают факты. Голиаф не так велик, как мы думаем. Он не трехметровый. Он шестиметровый. Проблема не решится. У нас не будет детей. Бог не сможет решить проблему моего сына. Итак, перестаньте прислушиваться к своим сомнениям. Начните думать о том, что Бог всемогущий. Он глава церкви. Господь сильнее рака. Он сильнее развода и лейкемии. Господь сильнее синдрома Дауна. Он сильнее вашего бесплодия. И неспособность оплатить счета. Он поможет вам оплатить за учебу в колледже, не думая о проблеме, но напоминай себе, что Бог победит мои долги. Бог сотворил Адама. Библия говорит, что Он создал человека из пыли. Он произвел всех от Адама. Бог творит все из ничего. Если жизнь превратилась в руины, то Бог восстановит ее. Бог делает это, но мы не видим этого. Мы не видим его работу. От одного человека Он произвел всех, чтобы они заселили землю, на которой Он определил время для всех. Скажи, определил время. Бог повысит тебя в свое время. Библия говорит, не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добрые дела, то настанет время, когда мы соберем жатву Спасеянного. Когда мне было 19 лет, и я сидел в часовне, я видел, как я проповедую. До этого я не проповедовал на сцене. Я подумал, что это видение пришло не от Господа. Это плод моих фантазий. Очень странно то, что я хочу этого. Я видел, как я проповедую. Бог сказал, я хочу, чтобы ты поступил в университет. Я ответил, я не занимаю духовную должность, и поэтому я не могу поступить туда. Я наводил чистоту в университете. Я мыл тарелки и убирал мусор. Но Господь сказал мне, начни служить. Бог меня не примут туда. Ты поступишь туда, ответил мне Бог. Я согласился. Бог, я услышал тебя. Я хочу, чтобы ты любил людей и служил им. Открой свое сердце для них. Обними и поддержи брата. И помолись за него. Если кому-то потребуется ресторан, чтобы набить желудок, то купи им ее. Иногда служение состоит из молитвы и угощения. Твой характер важнее твоей профессии. Изменение сердца важнее, чем разрешение ситуации и Божье благословение. Бог рад тому, что ты пришел в церковь. Он рад лишь тому, что ты пришел сюда. Я стоял у задней двери часовни и сжал руки людям. Я служил им. Однажды я гулял в городке для студентов. Святой Дух сказал мне, «Перейди через дорогу». Мы еще не построили это здание. Здесь находилось поле, на котором мы играли в футбол. Школа стояла рядом. Церковь стояла возле центра. Мы только что начали строительство здания церкви. И здесь лежала бетонная плита. Мы могли бы увидеть открытое небо и звезды. Здесь не было стен, потолка и сидений. Здесь стояла лишь бетонная сцена. Это было ровное место. Однажды я пробегал здесь. Я сел на сцену и увидел руки молящихся. Бог сказал мне, «Однажды ты будешь проповедовать на этой сцене». Я сказал, «Я не буду». «Я не буду». Бог сказал, «Тебе нужно приготовиться для этого». Я не знал то, что Господь Иисус подарил мне видение. Это видение сбылось только через 10 лет. Я начал понимать его только 10 лет спустя. И я просил Господа забрать это видение. Одним Бог дает видение, о котором они помнят. Оно задерживается, и люди унывают. Бывают случаи, когда ты исполняешь видение, но не тогда, когда этого хочет Бог. Я не знаю, для чего Бог подарил мне это видение. Я начал служить студентам каждую неделю. Я смотрел на тех, кто проповедовал здесь. Но сам я не проповедовал. Я сказал, «Бог, я не хочу вспоминать о видении. Я не верю, что они сбудутся. Забери его, потому что мне больно». Друзья выходили сюда и проповедовали. Я говорил, «Никто не нуждается в моих проповедях». «У вас бывало такое?» Прошло 10 лет, и я вдруг слышу телефонный звонок. Мне 28. Я вступаю в служение пастора. Мне звонят и говорят, «Приезжай и проповедуй в часовне». Я заплакал, и я услышал, как Бог сказал, «Я говорил тебе, что все под контролем». Я рассказываю об этом, потому что бывает так, что мы сомневаемся во все власти и Бога, и в Его всемогуществе. Однажды наш ребенок сильно заболел. Я был напуган, потому что я видел то, что мне не нравилось. Наши дети вели себя так, что это напугало меня. Точнее, один из сыновей. Это было три года назад. Я должен был проповедовать в то воскресенье, когда я боролся со страхами и сомнениями о моем ребенке. Я помню, как я вернулся, чтобы помолиться за это еще раз. Молитва побеждает наши бредовые идеи и панику, беспокойство. Душило меня, и я покажу вам, как я дышал. Я просил Бога избавить меня от этой паники. Вас захватывали такие мысли? Они захватывали меня. Они потрясали меня. Я вспоминаю о царе и о Сафате. Груз огромной проблемы придавил его так сильно, что он лег на землю ничком. Перед всем народом Бог, я не знаю, что мне делать, но я верю тебе. Бог, я не знаю, что мне делать, но ты контролируешь все. Я не знаю, что будущее готовит мне, но ты контролируешь его. Бог избавил Израиль. Бог исцелил нашего Сына. Бог избавил Иосафата. Христос спас апостолов от бури. Бог поможет вам. Он не забыл о мечтах, которые Он даровал вам. Господь не забыл то, о чем вы молились Ему и плакали. Бог видит, слышит и знает вас. Он призвал вас и не забыл вас. Во-вторых, мы сравниваем свои успехи с успехами других. Мы наблюдаем за теми, кто добился больших успехов и жалуемся на то, что у нас не так, как у них. Теперь мы рассматриваем несомнение, а идол под названием «зависть». Бог благословил ближнего, но это не значит, что Он не благословил вас. Бог благословил другую девушку мужем, но это не значит, что Бог не даст вам мужа. Бог поможет вашему ближнему, излечив его от болезни, но это не значит, что Он не исцелит вас. Бог повысил вашего коллегу, в должности, и ей дали премию, но это не означает, что Он не благословит вас. Мы смотрим на других. Перестаньте наблюдать с другими и сравнивать их с собой. Ваша жизнь и ваши таланты уникальны. Бог приготовил вас и приготовил для вас что-то особенное. Хватит смотреть на чужую жизнь. Займитесь своей жизнью. Бог контролирует вашу жизнь. Ожидайте чуда. Мы переходим к третьему пункту. Что сдерживает нас? Мы с вами часто пренебрегаем процессом. Бог контролирует жизнь. Но нам нужно пройти через процесс. Бог действует в нашей жизни. И нам нужно пройти через особый процесс. Захария, глава 10, стих 4. «Не презирайте день малых начинаний, ибо Господь радуется, когда Он видит начало нашего труда». Вы знаете, две недели назад мы начали строительство еще одного церковного здания Победы. Однажды я вышел с телефоном на место стройки и снял видео, где я запечатлел, как вбиваются стальные сваи в грунт. Никто не увидит эти сваи, потому что их вбивают глубоко под землю. Я радовался этому. Я сказал «Спасибо, Бог». Работа началась. Порой мы радуемся только тогда, когда мы достигаем конечного результата. Бог говорит нам, научись радоваться процессу. Радуйся уже тогда, когда ты продвигаешься вперед, но еще не достиг поставленной цели. Некоторые ждут завершения лечения, когда доктор скажет «Вы здоровы». Мы ждем дня свадьбы и детей. Сейчас Эшли беременна нашим четвертым ребенком. Скоро родится. Вы понимаете, мне нравится прикладывать голову к ее животу и слушать, как происходит процесс развития ребенка в утробе его матери. Этот процесс развития нашего ребенка скоро закончится. Я слышу, как вы развиваетесь в Боге. Я слышу это. Изменение сердца важнее, чем разрешение ситуации и Божьего благословения. Пол, я не достиг нужной цели, я не сдвинулся с места. Но вы служите у входа церкви, вы подбираете мусор и учитесь прощать, и радуетесь процессу. Это намного прекраснее, чем быть на сцене. Да, сцена красивое место, но смысл не в сцене. Наслаждайся процессом. Развиваемся ли мы согласно призванию нашего Господа? Надевает ли церковь маску на себя? Когда мы изменяемся, то это хорошо. Я рос у вас на глазах пять лет, и вы терпели мою незрелость. Спасибо вам. Бог советует вам научиться радоваться каждому дню своей жизни, не пренебрегая этими днями. Пол, я дворник, и я еще не на сцене. Я подбираю мусор. Я учусь в колледже, но пока ничего не изменилось. Пол, я слышал историю о том, как брат исцелился. Бог не исцелил меня. Я услышал, как Бог освободил брата от зависимости, но он не освободил меня. Бог рад тому, что ты пришел в церковь. Он рад лишь тому, что ты пришел сюда и твоему желанию освободиться. Поверь в то, что Бог не забыл о твоей проблеме. Поверь в то, что Бог исцелит твою семью. Бог любит смотреть на начало. Если бы Бог открыл нам будущее, то мы бы не упражнялись в своей сфере. Что нам делать? Я говорил об этом. Послание евреям, глава 6, стих 12. Ответ находится здесь. Это главный стих проповеди. Автор говорит, мы не хотим, чтобы вы обленились. Не будь бездельником. Нам нужно верить Богу, но при этом не нужно спать весь день. Я делаю то, что я должен делать, и при этом верю в то, что Господь Бог исполнит свою часть в свое время. Мы не хотим, чтобы вы обленились, чтобы вы подражали тем, которые через веру и терпение наследуют то, что было обещано. Скажи, вера и терпение. Враг веры — это не сомнение, а уверенность в том, что вы знаете все или что вы должны знать все и вся. Вера говорит, даже если я не знаю чего-то и не увижу это, я все равно верю, что ты действуешь. Много веков назад один из слуг Елисея боролся со страхами и сомнениями и спросил его, пророк, что нам делать с армией врага? Они проснулись и увидели, как армия врага окружила их. Слуга пришел к Елисею и сказал, мы умрем, все, конечно, мы погибнем. Что Елисей ответил ему? Не бойся, ответил пророк. Не бойся, верь Богу и не бойся. Скажи ближнему, мы в руках Бога, мы нуждаемся в этом. Я обращаюсь к тем, кто смотрит нас. Я не знаю, что случилось с вами, но вы в руках Бога. Не бойтесь тех, кто с нами, больше, чем с ними. Существует противоядие от страха и тревоги, от паники, от опасений, от стрессов, от уныния и от вскушения сравнивать себя с успешными людьми. Это благодарность. Посмотри на жизнь, вот это да. Я не заслуживаю ее. Господь Иисус, ты был уверен мне всегда. Ты такой добрый, ты заботишься обо мне. И Елисей молился за слугу, ведь он испугался и забыл о чудесах Господа. Слуга видел только врагов Израиля. И Елисей молился, Господи, открой его глаза, чтобы он мог видеть, пусть он увидит, что на нашей стороне больше защиты. После этой важной молитвы Господь открыл слуге глаза, и он посмотрел и увидел, что вокруг пророка Елисея по всей горе были огненные кони и колесницы. Слуга понял, что сам Творец и Владыка ангельских сил явил Себя ради них. Господь освободил их. Павел молился о церкви в Ефесянам. Я молюсь о том, чтобы у вас открылись глаза понимания, и тогда вы познаете надежду, которой Господь призвал вас. И богатство Его словно наследие. Вы познаете Его великую силу верующих. Бог Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых этой силы и посадил Его справа от Себя на небесах. Он посадил Его выше начал властей и господств. Он сделал Его. Имя Его выше всех имен, и не только в этом веке, но и в будущем веке. Небесный Отец покорил под ноги Иисусу все. Послушайте, ваша проблема лежит под Его ногами. Я хожу в победе, и мой враг лежит под моими ногами. Так говорит Библия. Это истина, и вы можете верить в нее твердо. Проблема побеждена. Я молюсь, чтобы Бог открыл вам эту истину и напомнил, что Он продолжает спасать вас. Лучшие дни ждут вас впереди. Я обращаюсь ко всем зрителям. У Бога есть план для вас. Библия говорит, что у нашего Господа есть прекрасный план для нас. Он на благо, а не на зло. Бог дает надежду и будущее. У Бога есть план для вас. Несмотря на плохие события, помолитесь со мной. Возможно, вы проходите через трудный период сейчас. Возможно, вы болеете. Возможно, бессонница. И напряженность мешает вам отдохнуть. Вы проходите трудный период. Помолитесь со мной. Иисус, я отдаю жизнь тебе. Я принадлежу тебе. Пусть будет твоя воля. Прославься в моих мыслях, в моих словах и в моих поступках. Помоги мне исполнить слово, которое я услышал в имя Иисуса. Аминь. Я верю, что Бог укрепит вас и поможет вам после этой молитвы. Он поможет вам исполнить истину, которую вы услышали. Мы любим вас и мы молимся о вас. Спасибо, что вы смотрите нас и поддерживаете наше служение. Огромное вам спасибо. Вы дороги нам. Друзья, ваши лучшие дни ждут вас впереди. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!